С Азербайджаном я специально отметил, что нужно именно концентрироваться на Тбилисском треке и на Брюссельском треке. Это тоже очень и очень важно. Мы должны понимать следующее, что Россия это единственный актор, который не заинтересован в окончательном решении Карабахского вопроса. И в окончательном, долгосрочном, всеобъемлющем урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. Когда речь идет о делимитации и демаркации, которую Россия хочет процесс взять в свои руки, понятно, что речь будет идти о многолетнем процессе. Причем процессе на границе, которая является самой протяженной межгосударственной границей в нашем регионе. Порядка одной тысячи километров. Весь этот периметр границ. Что будет там? На каждом метре Россия будет устраивать кризис. Я, у вас в эфире говорила, Россия раздала партитуры по своему, в своем этом похабном спектакле. Азербайджану предписана роль палача, Армении роль жертвы. И Россия будет делать все, чтобы палач занимался всякой дичью, а жертва, чтобы несла потери в ежедневном режиме. Но это устраивает Азербайджан? Нет, я бы не сказал. Кто в Азербайджане считает, что это устраивает Азербайджан, значит он просто недоумный. Потому что в Азербайджане, кто более или менее вообще понимает, что происходит после чего, должны понимать, что если Россия удастся подорвать суверенитет и независимость Армении, следующим же шагом, если не параллельно с этим, будет то же самое происходить с Азербайджаном. Если там есть, если люди, которым собственная государственность не нужна, я ничего... А фактор Турции? Что такое фактор Турции? Ну, да, конечно, у Турции особые отношения с Азербайджаном. Азербайджан под патронажем Турции? Ну, я бы так не назвал. Как бы назвали? Потому что есть также в азербайджанском политикуме убеждение в том, убежденность в том, что влияние России на Азербайджан в разы больше, чем Турции. Это с одной стороны. С другой стороны, учитывая параметры отношений Турции с Азербайджаном, я могу утверждать, что влияние Азербайджана на Турцию больше, даже на внутреннюю политику, на внутриполитическую атмосферу, даже больше, чем влияние Турции на Азербайджан. В чем сила Азербайджана в таком случае? Что? В чем сила Азербайджана над Турцией в таком случае? Почему она должна быть... В Турции раз трубопроводы, которые заходят в Турцию, и вот благодаря этим трубопроводам Турция, не имея собственных запасов углеводородов, становится важным энерго-транспортным хабом. Да, и это все благодаря связям с Азербайджаном, поэтому капризы Алиева в Турции, скажем так, относятся серьезно. И вот смотрите, даже в отношениях Турции и Армении, вот в этом переговорном процессе, который идет между Арменией и Турцией, мы понимаем, что сколько бы мы ни говорили о процессе без предусловий, да, Турция тоже говорит, все такое. Но мы должны понимать, что успех этого переговорного трека коррелирует с успехом, невозможным успехом на переговорном треке с Азербайджаном, именно по внутриполитическим причинам, внутри самой Турции. Потому что Турция, да, пойдет на нормализацию отношений с Арменией в том случае, если эта тема не станет внутриполитически токсичной для руководства Турции.